Здравствуйте! В Молдове настали непростые дни. Из тех, про которые говорят, они определяют новейшую историю. Дни, когда делается рекордное количество заявлений и привлекается внимание крупнейших мировых игроков. В стране произошло главное. Наконец-то собрался парламент. Был избран председатель парламента. Сформировано новое правительство. Сформирована правящая коалиция. Однако прежняя власть смириться с поражением не хочет. И идет на шаги, которые президент, правительство и правящая коалиция называют узурпацией власти. Чем нам это грозит? Что будет дальше с нами и со страной? Самые важные вопросы. Сегодня весь день двери нашей студии открыты. Мы будем беседовать с разными людьми и узнавать их мнение. Меня зовут Людмила Бельщенкова. Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте! Итак, в первой части нашей программы я приветствую своих гостей. Советник президента Корнеля Попович. Здравствуйте! Здравствуйте! Борис Шиповалов, политолог. Иван, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, первый вопрос, разумеется, вполне закономерен. Вот то, что происходит сегодня в стране. Я знаю, что вы еще и историки по образованию. Да. Вот надо это квалифицировать. Я думаю, у вас не будет проблем. Что происходит сегодня в стране? Борис Андреевич, что это? В стране сегодня происходит преступление. Те люди, которые находились у власти, они совершают самое тягчайшее государственное преступление. Это узурпация власти. Причем, подчеркиваю, это действительно так и написано. Самое тягчайшее преступление. Почему? Потому что есть законно избранный парламент, который мы избрали 24 февраля. Есть этот парламент сформировал большинство. Рано, поздно, но он его сформировал. Это большинство конституционное. 61 голос, они правомощны принимать многие решения. Этот парламент избрал руководство парламента. Этот парламент назначил премьер-министра и утвердил правительство, которое принесло присягу. В соответствии с конституцией есть созданные легитимные органы государственной власти с подачей народа 24 февраля. Но те люди, которые находились у власти, я имею в виду представители демократической партии, они заявили, что парламент им не нравится, председатель парламента им не нравится, правительство им не нравится, премьер им не нравится, и давайте их распустим и проведем досрочные выборы, потому что мы хотим единолично управлять страной. То есть со всех точек зрения, с человеческой, с юридической точки зрения, это захват власти. Поняла вас, спасибо. Господин Попович, вы как? Что касается с исторической точки зрения, то об этом скажем попозже, то есть когда пройдет определенное количество времени, и историки дадут оценку того, что сейчас происходит. Но однозначно то, что то, что происходит в последние дни в республике Молдова, это историческое событие. Это будет иметь отголосок на долгие-долгие года, и это, я уверен, что изменит лицо нашей республики и укрепит нашу страну как независимое, суверенное государство. Почему я в этом уверен? Потому что наконец-то в республике сформированы легитимные органы власти. Потому что до вчерашнего дня единственным легитимным органом, скажем так, республики Молдова, это был институт президента. Почему я в этом говорю? Потому что президента выбрал весь народ, потому что выборы в ноябре 2016 года признаны всем миром. То есть наш президент уже в должности несколько, то есть два года, и весь мир это признал. У нас были выборы 24 февраля, и соответственно эти выборы тоже признаны во всем мире. Те наблюдатели, которые были у нас в республике, они практически не сделали серьезных замечаний. В результате этих выборов был выбран парламент республики Молдова, который собрался в отведенное для этого времени. Потому что по конституции написано три месяца. Даже если этот срок будет рассчитываться с 7 марта, то три месяца это не 90 дней в республике Молдова, а и во всем мире. Месяц февраль, скажем так, имеет определенное количество, март и так далее. И наконец-то сейчас у нас есть легитимная власть. Я вынуждена вас прервать, потому что сейчас с заявлением в эфир выходит премьер-министр республики Молдова Майя Санду. Давайте посмотрим. У нас очевидно технические какие-то проблемы. Я так понимаю. Есть еще возможность выдать премьер-министра в эфир? Давайте пока режиссер попытается... И, соответственно, у нас есть законно избранный парламент, который сформировал свои органы законным путем. У нас есть избранное правительство этим парламентом. Я прошу прощения. Я прошу прощения. Премьер-министр в эфире. Я прошу прощения. Эфир-министры. Премьер-министр в эфире. И мы не вам прошу прощения. И мы не сможем. И не всё равно. Стимаетぇ-министры. Сыра наша тряише за все время с этим. В этой стране нет времени. Фау-мыска оливархика не дasonable. Мы не доне, что война. Вау-министрирование и вы Najинственное оливаемое. Поэтому, это важно, чтобы вы понимать, что трещение пащиных сил зависит сейчас от вас. Возвращение в институтии и в свою страну зависит сейчас от вашего лоялитета, фаа с лея и цитатей. Возьмем, чтобы вы поддержали новую гуформу, и чтобы мы строим вместе вместе о царе свободе и prosperе. Не слушайте индивидуальные и демократы, который Плакотниук против Попор. Он хочет использовать древний скут для того, чтобы он только по себе. Он не пасет вас. Он не пасет вас. Вы выжили больше и сильнее. Не выходите на страду, чтобы узурпать его. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Я правильно сказал, что три месяца это никак не 90 дней, а три месяца это во всем мире 91 с половиной день. Если взять калькулятор 365 дней, поделить, и мы видим среднюю статистику. И это момент, когда решается судьба страны, и когда эту судьбу решают те люди, которых выбрал народ. Это не в каких-то колуарах или в каких-то келях. А что касается деятельности института власти, то у нас были определенные сигналы в том, что на эти события, которые сейчас происходят в Кишиневе, будут вовлечены дети. Поэтому мы попросили руководителей учебного заведения, управления образованием, чтобы дети не были включены в эти события. И нас радует, что наши молдаване, в том числе и чиновники местного уровня, центрального уровня, они мудрые люди. И меня радует, что я был в центре города и не заметил присутствия детей на этих событиях. Да, митинги в демократическом государстве это что-то нормальное. Пускай люди митингуют, могут митинговать и месяц, и два, и год, и более. Я не уверен, что эти митинги продолжатся долго. Вопреки заявлениям лидера ДПМ, вы считаете? Я сегодня встречался со многими людьми, потому что, опять же, я находился в центре, с ним пошел посмотреть, что там не были вовлечены дети, потому что это незаконно. Нельзя детей вовлекать в политические какие-то разногласия. И я встречался в том числе с чиновниками местного уровня. Люди, которые, ясно было, что их обязали, чтобы они пришли сегодня, у них было огромное желание побыстрее уехать домой, потому что сегодня воскресенье, завтра на работу. И где-то уже к 12 часам многие уже уехали, потому что они должны доехать до Льврича, до других. Да, что мы по площади. И поэтому потенциалы для того, чтобы митинг длился долго, просто-напросто я не вижу. Я поняла ваше мнение. Вот президент Республики Молдова говорит, что 90% тех, кто находится на площади, были вынуждены прийти. И он говорит, продолжает. Я получал сообщение, что их обязали. Там много провокаторов. И вот это уже, понимаете, вот эта информация, она заслуживает особого внимания. Тем более, когда Майя Санду обращалась, она тоже делала ссылки на то, что есть определенная информация, что среди протестующих есть люди, которые, получается, заинтересованы в том, чтобы дестабилизировать обстановку. А почему они, на ваш взгляд, в стране, которая прошла 7 апреля, которая понимает, что есть четкие мнения внешних партнеров, которые признали и правящую коалицию, признали правительство, да? Да. Естественно, что никто не собирался лишать должности президента страны. И тем не менее, вот идут на такие вещи, что вплоть до того, что есть провокаторы, от которых мы можем ждать чего угодно. Что это такое? Людмила, вы о каких людях спрашиваете? О тех, кто принимал это решение или о тех, кто пришли? Конечно, конечно. Потому что тех, кто пришли, их просто заставили. Нет, ну мы же уже договорились, что 90% это... Да, а кому-то конкретно заплатили, потому что вот я, вот те первые люди, которые шли вокруг Плохотнюка, Филиппа, да, вот. Ну, во-первых, там человек 20 охраны, их ярко видно, они с наушниками, они там с этими сплощами, с зонтиками специальными. И так далее. То есть, вот эта вся массовка, которая шла и скандировала там то, что выкрикивал Плохотнюк и Филипп, да, вот это их охрана, вот это их поддержка, да. Потом я видел людей, которых я вижу на многих митингах. Есть у нас несколько таких организаций маргинальных, не буду вот называть их конкретно сейчас названия, да, у участников там военных действий в определенных местах и так далее. Они появляются на митингах, которые направлены против НАТО, то есть они защищают это, да. Они появляются на каких-то митингах у российского посольства. Они появляются для того, чтобы освистать, там, покричать на определенных вот таких вот мероприятиях. То есть, это проплаченные люди, которые выполняют свою стандартную функцию из года в год. Видимо, они содержатся и нашими специальными службами. Ну, в общем, мы их знаем. Уточняющий вопрос. Секундочку. То есть, эти люди, на ваш взгляд, они готовы выполнить любой приказ тех руководителей этого? Да, конечно же. Они же на работе, они на зарплате. Это так называемые спортивные клубы, это так называемые охранные фирмы, которые принадлежат определенным лицам из окружения тех, кто сегодня находится у власти. Конечно же, человек узбельцы заплатили 50-100 евро. Он приехал, сегодня сидит возле МВД, возле какого-то другого здания, не пускает туда людей, от кого-то охраняет, понимаете? Но он же не бесплатно сюда приехал, он же не за свои деньги приехал, он же должен кушать, он же здесь ночевать где-то, должен все остальное. Вы же понимаете, что вся эта массовка, она планировалась заранее. И не случайно площадь была зарезервирована там чуть ли не на неделю, да? То есть они к этому готовили. Только вот в какой день нужно было вывести эти массы людей, ну вот наступил час. Я поняла, я переадресовываю вопрос тогда, потому что речь шла еще и о внешних партнерах, об их признании. Вот скажите мне, вы историк, что должны думать люди, которые вопреки тому, что они знают, что внешние партнеры признают эту новую власть, они все равно делают то, что они делают. Вот поясните мне, пожалуйста, что сейчас ими руководит, они на что надеются? А Гву нет. Да, объяснений может быть много, но все, что делается сейчас, это подпадает под уголовный кодекс. Это самое такое большое преступление перед народом, перед государством, это узурпация власти. То есть люди, которые объявляют себя властными структурами, не имея никакого права на это. И это преступление. Что касается внешних партнеров, то я думаю, что в самом ближайшем будущем, я думаю, что будут реакции более жесткие со стороны мировых структур о том, что в Молдове должны силы подобные успокоиться и чтобы легитимная власть вступила в полные свои полномочия. А те, которые принимают, скажем так, незаконные решения, в том числе и то, что происходит сейчас в Конституционном суде, я думаю, что это товарищи, в кавычках, должны задуматься в том числе о своем будущем. Ну здесь вот посмотрите, ведь что мы вчера видели, Людмила? Мы вчера видели в зале парламента посла Европейского Союза, посла Российской Федерации, представителя американского посольства. Мы вчера читали заявление посольства Соединенных Штатов Америки, посольства России, посольства Европейского Союза, которые однозначно сказали, что они рады тому, что депутаты, Молдавский парламент, законно избранные народом, решают те вопросы по формированию власти, которые все давно ждали. То есть внешние партненеры официально поддержали деятельность парламента, избрание правительства и так далее. Мой вопрос не состоял в этом, Борис Андреевич. Я прерву вас. Вопрос мой в этом не состоял. То, о чем вы сейчас говорите, распрекрасно знают лидеры демократической партии. И несмотря на это, они вызывали народ, и они пошли на провокации. То есть это вот о чем вы говорите. Это ангония, потому что они знают, что новая власть будет разбираться со всеми теми вопросами. Кто украл миллиард наших народных денег, кто в этом из теперешнего правительства и руководства той партии, которой они хочут отдать власть, участвовал непосредственно. Наверное, будут рассматриваться вопросы незаконной приватизации некоторых государственных объектов. Вот чего они боятся. Конечно же. А откуда они берут деньги на финансирование своих вот этих вот, те, которые сегодня выходят на улицы и так далее. Это те народные деньги, которые украли у народа. Понимаете? Я вот сегодня утром говорил, ну, так сказать, здоровый образ жизни. Там пробежался по парку и все остальное. Люди обсуждают и говорят, а вот один там, вот смотрите, он хороший. Говорит, а он в Аргееве дороги строит, все остальное. Ну, хорошо. А за чьи деньги он это делает? Да? Откуда? Почему он не в тюрьме сидит, суд первой инстанции приговорил к 7,5 годам, да? Вот. То есть здесь есть масса вопросов. Конечно же, им не хочется отвечать. А теперь им, ну, они будут стоять до конца, бороться против народа. Почему? Потому что им уже отвечать и за узурпацию власти. То есть получается, что они вот эта внешняя легитимность для них, которую, я имею в виду, мы наблюдали, да, присутствие послов, это уже как бы является то, что подтверждением, что они признают. То есть ничего не значит? В Молдове у нас есть определенные проблемы с, скажем так, функционированием демократических систем. У нас есть определенные проблемы с политической культурой. И это выражается в том числе и в том, что наши люди не хотят уходить от власти. Даже если народ проголосовал за других, даже если выиграют выборы другие партии. Даже если кто-то выиграл пост генерального примара в муниципе Кишинев. Ну, это вот первая репетиция была. Есть вот эти оккультные, я сказал так, силы, которые не хотят отдавать власть. Это еще раз доказывает, что нам еще работать, много еще работать на благо укрепления нашего государства. А этим товарищам, которые не хотят уходить, но они все равно уйдут. Рано или поздно они уйдут. Это однозначно. Я бы напомнил высказывание одного мудреца египетского, который жил 3000 лет тому назад, который, обращаясь к чиновникам, говорил, вы помните о том, что вы, вас избрал народ. Первое. Второе, что вы должны работать на народ. И третье, вы должны запомнить, что вы в этой должности находитесь не вечно. Все проходящее, панторей. Как говорил царь Соломон, и это пройдет. И это пройдет. Но желательно, чтобы это прошло мирно, спокойно, чтобы Молдова все-таки была спокойным государством. Я вам скажу, что те люди, с кем я встречался сегодня на площади и в центре города, они очень спокойные люди. Они были вынуждены сюда прийти. И президент прав, когда он сказал, что это 90% их вынудили. Но да, есть определенный процент, скажем так, который поддерживает данную партию. То есть партия, которая до недавних пор, демократическая партия, которая до недавних пор была у власти и не хочет уходить. Ну там маленький процент, ну 2-3% может быть из присутствующих. И есть определенное количество людей, которым должны заниматься специальные органы. То есть по поддержанию порядка. Потому что провокаторы, они своим поведением могут сделать плохое и для общества. И пролить кровь. Давайте уже как-то попытаемся все-таки четко людям сказать, чего кто хочет. Поэтому с ними должны заниматься компетентные органы. Не то, что должны, они обязаны этим заниматься. Потому что вот, наверное, слушали нас, Amnesty International, только что выступили с заявлением. Они заявили, что они обеспокоены бездействием полиции. Знаем все, да, эту международную организацию правозащитную. Они сказали, что за последние 2 дня ни один раз агрессии в публичном пространстве у госучреждений подвергались журналисты и члены некоторых политических партий. И тем не менее мы наблюдали бездействие нашей полиции. Поэтому они полицию призвали защищать журналистов от агрессии, и уважать права и свободы граждан. То есть неспроста такие заявления должны делать, да? Людмила, здесь есть еще один вопрос. Вот смотрите, что сделали так называемой группой Петренко, которая пару лет тому назад пыталась протестовать у здания прокуратуры. Их всех прессовали, они около года сидели в тюрьме, им дали определенные сроки. Кто-то даже был вынужден бежать из страны и так далее. За одну лишь попытку. А здесь смотрите, два дня якобы неизвестные какие-то люди блокируют государственные учреждения. Агрессивно, как вы говорите, себя ведут. Я вчера смотрел ролики, когда у одного вот такого, который стоял у МВД, спрашивают, зачем вы сюда пришли? Он прямым текстом говорит, мы пришли узурпировать власть. И это показывает все телеканалы. Я уверен в том, что он даже сам не понял, что он был в другом состоянии. Он слышал, как начальники говорят, он пришел узурпировать власть. Но то, что таким образом обращаются с журналистами, вот это агрессия в адрес журналистов. И вот это молчание, когда журналист спрашивает, в том числе и координаторов так называемых вот этих тусовок, в кавычках, они все молчат. Это еще раз доказывает, что что-то здесь нехорошо. И самое главное, до Корнелева, полиция ведь ничего не делает. А что касается полиции, то я думаю, что новый министр внутренних дел, он должен уже вступить в свою должность и принимать определенные меры по наводению порядка в рамках закона. И второе, есть у нас офицеры, которые имеют свою работу в полиции, которые приняли присягу. И они приняли присягу народу республики Молдовы, а не какому-то политическому лидеру, официальному или неофициальному. Поэтому те офицеры, которые приняли эти присяги, и которые по-настоящему офицеры, они должны защищать свой народ. Для наших телезрителей скажу, что охранник президентского дворца освободил тех птиц, которых подбросили президенту. Они были связаны, жара, и эти птицы, просто они их бросили умирать, по сути. Хорошо, что да, хоть таким образом. Я их видел, эти птицы их мучили, потому что после того, как их перебросили через собор, они еле держались на ногах. То есть их откуда-то везли довольно долго. И издевались над этими животными. Хорошо. Вот раз мы говорим о легитимности, то вот скажите, пожалуйста, Молдову вчера парламент объявил захваченным государством. Да. И решил обратиться в ОБСЕ. Сегодня я уже слышала, что есть намерение обращаться в организацию объединенных наций, совершенно точно. Скажите, пожалуйста, вот этот статус захваченного государства, что это означает? Вот есть ведь определенный смысл, почему так добивались, именно чтобы Молдове придали этот статус? Что это, о чем это говорит? Это, наверное, политолог. Ну, давайте так. Можно сказать по-разному. Одни люди говорят, что ОПГ, организованная партийная группировка. Другие люди говорят по-другому, организованная преступная группировка. Вот они не хотят отдавать власть. Они починили себе определенные государственные органы, правоохранительную систему, судебную систему, концомный суд, который состоит из их людей, который принимает нелегитимные решения. Понимаете? Вот что происходит. И есть законно избранный парламент. Поэтому законно избранный парламент дал определение и характеристику этому, что такое захваченное государство. Это группа людей, политиков или преступников, которые сегодня, вчера были у власти, а сегодня они не хотят уходить из этой власти. И государственные органы под влиянием их ставленников, под их руководством, вот они сегодня выполняют свои функции не в пользу народа республики Молдовы, на содержание, у которого они находятся, а в пользу определенной этой ОПГ. Теперь следующий вопрос. Насчет депутатов. Там такую ахинею принимает консомный суд, что все юристы, вот волосы встают дымом. Почему? Потому что консомный суд должен стоять на страже Конституции. Вот просто два абзаца. Зачитаю очень быстро. Конституция. Статья 63, пункт 3. Парламент исполняет свои полномочия до законного созыва нового состава парламента, а не так, как кому-то хочется. В этот период не могут вноситься изменения в Конституции, не могут быть приняты изменения или признаны утратившие силу органические законы. Мандат депутата прекращается в день законного созыва нового состава парламента, либо в случае отставки, здесь нет отставки, лишения мандата, здесь нет лишения мандата, несовместимости должностей или смерти. Из всего этого вытекает, что даже если консомный суд что-то там и заявлял, и что-то он решает, то даже если бы президент Дадон подписал приказ и распустил парламент, то все равно этот парламент имеет право принимать постановления и простые законы. Постановлением утверждается все органы управления парламентом, постановлением утверждается премьер-министр и правительство. Поэтому парламент абсолютно легитимен до следующих выборов. Парламент принимает решение. А нравится это консонному суду или не нравится, или не нравится это какой-то партии, или не нравится, это совершенно выходит из юридического поля. И может быть в этом контексте нужно еще отметить, что конституционный суд, он не создает конституционных норм. Да. То есть конституционный суд не создает законы, скажем так. Конституционный суд может только дать определение, нарушена конституция или не соответствует. То есть оно не может говорить, что вот нужно делать так, нужно делать по-другому и так далее. Но за последнее некоторое время конституционный суд Республики Молдова стал не только, скажем так, конституционным судом в прямом понимании, но он стал создавать новые конституционные нормы. И вот эта так называемая их власть развратила. И вот не случайно кто-то сказал, что власть разращает людей, а абсолютная власть... Развращает абсолютно. Абсолютно. И сейчас конституционный суд творит очень нехорошую, незаконную свою деятельность. Потому что по конституции Республики Молдова верховным представительным органом власти в нашей стране является парламент законно избранный, который принимает решения, который выбирает правительство, и правительство, которое существует. У нас есть президент, который является главой государства, который выбрал народы, которые признали во всем мире. Что касается вашего вопроса насчет захваченного государства, то я думаю, что эти вопросы с этими людьми, я думаю, что народ сам выяснит и решит эти вопросы, и мы вернемся к нормальной ситуации. Но это заявление для международной общественности, я думаю, необходимо и для того, чтобы люди знали об объективной ситуации, что у нас происходит. Чтобы упала та ширма, которую создали за последние годы, и Молдову считали образцом, скажем так, европейской интеграции и так далее, но на самом деле оказалось, что король голый. Что у нас нет прогресса, скажем так, по европейской интеграции, а у нас созданы структуры, параллельные государственным структурам, которые реально правят Молдовой, правили Молдовой. Если позволите, сейчас я предоставлю слово экс-председателю конституционного суда, господину Пушкашу, он вчера был в эфире, да, он с точки зрения юридической, постарался ответить на те вопросы, которые вам сейчас задаю я. Я просто нашим телезрителям еще добавлю информацию, что председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин поздравил Зинаиду Гречану с избранием главой парламента республики. Это, кстати, к вопросу о той самой внешней легитимности, о которой... Не только, но как информация ко мне попадает. Да, да, и другие структуры. Добавьте. Европейская комиссия. Идут признания новой власть республики Молдова уже происходят на международном уровне. У меня еще есть одна информация, что площадь практически опустела. Люди, которые, да, вот под палящим солнцем, да, вот они куда-то ходили, то есть их работают, да? Да нет, только под палящим солнцем. А они просто... Люди не понимают смысла, зачем их послать? Людей заставили, а когда человека заставляют выходить на митинг, он уходит с этого митинга. То есть мне интересно, как-то это все должно, очевидно, завершиться. Я не хочу вот какие-то делать параллели, но мы помним, как Воронин обещал, помните, большой протест. А вот так сегодня тоже самое. Мне интересно, какую песню споют в завершении здесь. Вы что-то хотели сказать? Я все-таки, давайте предоставлю... Я... Господин Пушкаш. Ну давайте, Пушкаш. Его мнение, да, спасибо. Мнение господина Пушкаша экс-председателя Конституционного суда. В статье 85 Конституции Республики Молдова написано четко, что парламент может быть распущен. Обращаю внимание на слово «может». Здесь не присутствует обязательства его распускать. Для того, чтобы распустить парламент, президент должен обратиться в Конституционный суд, получить соответствующее постановление. То есть суд должен констатировать обстоятельства, которые могут являться причиной распуска. Но это все может длиться неделю, может две, или месяц, или больше. Мое мнение, Конституционный суд вообще не должен был начать высказываться по этому вопросу, потому что в Конституции не обозначены соответствующие сроки. В избирательном кодексе Республики Молдова сказано, что парламент может функционировать, если избрано не менее двух третьих депутатского состава. Это необходимый минимум, который позволяет запустить процедуру формирования парламентского большинства, избрание руководства, постоянного бюро и постоянных комиссий. При этом экс-председатель Конституционного суда подчеркивает, что фактическое присутствие на заседании всех избранных депутатов не нужно достаточно простого большинства. В Катаре парламент есть функционал, парламент функционален, если есть парламентское большинство или 50 плюс 1 из числа избранных депутатов. Вспомните прошлые выборы, когда самого старшего депутата, который должен был провести учредительные заседания, заменили следующим по возрасту. Абсолютно неважно присутствие всех парламентских фракций или всех депутатов. Каждая фракция вправе выбирать свою дорогу, это ведь политические институты. Подчеркивает Пушкаши тот факт, что даже в случае начала консультаций с парламентскими фракциями на предмет распуска законодательного органа депутаты в последний момент могут передумать и сформировать парламентское большинство. И это абсолютно законно. Напомним, вчера парламентские фракции ПСРМ и Блока Акум сформировали коалицию и избрали руководство парламента, спикера Зинаиду Гречаной, а также трех вице-спикеров законодательного органа. После этого были сформированы рабочие органы парламента и утвержден новый состав правительства Республики Молдова, которая возглавила Майя Санду. Ну, вот такое вот мнение господин Шиповалов. Вот к словам уважаемого господина Пушкашу. Вы знаете, сегодня консонный суд принял кучу неконсонных решений. Самое главное, консонный суд отстранил народно избранного законного президента Игоря Дадона и назначил исполняющего обязанности правительства Павла Филиппа исполнять обязанности президента. Вы где-нибудь это в мире видели вот такую ахинею? Видели, видели Уильфа и Петрова, когда были там диспредседатели веземы. Вот, вот, наверное, да. Вы понимаете, вот... А всем правил Остабенга. Да, вот консонный суд молдавский, да, из шести этих человек принял вот такое решение. Ну, подождите, в той же конституции записано, что президента отстранить можно только путем референдума и только соблюдая определенную процедуру. А консонный суд не правомочен вообще такие вещи делать. Понимаете? То есть, по закону, исходя из того, что сказал господин Пушка, что я не хочу комментировать, я только хочу еще раз повторить. Парламент может быть распущен после того, как президент обращается в консонный суд и консонный суд принимает, что есть обстоятельства для того, чтобы парламент был распущен. А перед этим он консультируется с фракциями. Но президент такого обращения не сделал. Что касается отстранения президента, то президента может отстранить парламент. Да. Парламент, когда есть опять же конкретные решения и так далее. Президента не может отстранить никакой конституционный суд или какая-то другая структура. Это узурпация власти. Это узурпация власти. Вот приходит подтверждение о том, что на площади людей практически не осталось. Люди массово садятся в автобусы и уезжают, но остаются палатки. И в этих палатках остаются люди, те, которые, собственно говоря, эту ночь провели. Очевидно, этот протест имелся в виду, что сколько будут протестовать? Очевидно, вот именно эти моменты. Это сколько дней не хватит? Ну, пускай люди сидят в этих палатках, потому что вчера вечером я смотрел, в том числе прогуливался по городу и увидел довольно пожилых людей, которые стояли в очереди за этими подушками, за одеялом. Они брали эти подушки одеяла и уходили домой. Да, у нас бедная страна, и, соответственно, люди использовали данную ситуацию. Меня беспокоит лишь тот факт, чтобы вот эти люди, которые остались в этих палатках, чтобы они не нарушили закон. Ну, давайте сейчас с вами ответим на вопросы. чтобы все-таки органы власти, органы внутренних дел Республики Молдова выполняли свои обязанности. Ну, вот вы так, точно как с группой Петренко. Вот вы говорите, я хочу, чтобы министр внутренних дел приступил к своей работе, к своим обязанностям. Но я так понимаю, что палатки перед министерством выставлены. Да, новый министр. Да, конечно. Но я думаю, что все министры должны выполнять свои обязанности. И вот в области образования, потому что у нас сейчас в процессе экзамен по баклауреату и наши дети были тысячи, то есть многие тысячи наших детей заканчивают лицея, они уходят в другие, то есть там учредим. Все согласны. Вопрос хороший, каким образом? Когда доступ в свои собственные новые кабинеты, я так понимаю, что сейчас им перегородили во все министерства, то есть они должны как-то на расстоянии или как-то попытаться встретиться, да, сейчас с, я не знаю, там, если это министерство внутренних дел, то с офицерским составом или как у них, коллегия, да, по-моему, коллегия это называется. Ну, я думаю, что вы сами дали решение, что нужно делать. То, что нужно работать. Мне приятно, но мне бы еще и ваше мнение послушать. Важать в должность. В должность, которые люди получили по закону. Да, человек приходит. И приняли присягу перед президентом. То есть у вас есть большая доля вероятности, или может быть даже вы уверены в том, что сотрудники этих министерств, они непременно признали уже новую власть и новых министров. А это по-другому нельзя. Как? Нельзя понять, потому что это... Я сейчас предоставлю слово, Борис Андреевич. Это люди, которые работают в министерстве, они не работают на себя. Они работают на государстве. Они публичные деятели. Они чиновники этого государства. Они должны выполнять одним словом закон. Я не могу в качестве чиновника сказать, что я буду выполнять обязательства мои, или я буду слушаться министра, или не буду слушаться. Если я не согласен с деятельностью нового министра, я свободен. Могу написать заявление и уйти. Людмила, здесь получается... Ну вот смотрите, приходит завтра, допустим, господин Настасья, министр внутренних дел, первый вице-премьер правительства к себе в МВД. Значит, те, которые там возле МВД в палатках сидят, они на каком основании его не пропустят? Они блокируют деятельность государства. На самом основании, что они не хотят. органы правопорядка должны их убрать, выполнить свою задачу. Дальше заходит министр помещения. Его что, его подчиненные не пустят? Но еще... Я думаю, что сумасшедших быть уволенных нет. Но самый такой парадокс и интересный, что если в министерство, если сами полицейские не смогут защитить свое министерство от людей, которые нарушают закон, то тогда появляется вопрос насчет честь мундира. Если вы не можете защитить своего министра и свое ведомство, то как вы будете защитить общество? К сожалению, наше время выходит коротко, Борис Андреевич. 30 секунд. Приезжает председатель правительства с министром или президент с министром, да. На каком основании вы его не пустите в государственное учреждение? Они законно избраны, они выполняют народный мандат. Противно в случае это узурпация и нарушение законов. Это преступление. И это преступление не имеет срока давности. Конечно же. Я благодарю вас за участие в нашем эфире, за то, что вы делились своим мнением. Телезрителям могу сказать, что это не значит, что мы не выйдем еще в эфир, потому что сегодня в течение всего вечера, перемежаясь с выпусками новостей, мы будем ознакомить вас с мнениями самых разных людей, которые будут приходить к нам в студию и делиться тем, что они думают по поводу ситуации, которая сложилась у нас в стране сегодня. Спасибо вам большое. Приятного уикенда. Спасибо. Что ж, я не прощаюсь с вами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова